Заказное убийство, потрясшее всю страну. Вечером 1 марта 1995 года в подъезде своего дома застрелен генеральный директор общественного российского телевидения, популярнейший телеведущий Владислав Листьев. Около 9 вечера Листьев позвонил жене из машины и сказал, что ненадолго заедет домой. В подъезде его ждали. Охраны у гендиректора ОРТ не было. Узкие лестницы подъезда старого дома на Новокузнецкой улице. Первая пуля попала в плечо. Листьев пытается бежать наверх к своей квартире, но второй выстрел. Пуля вошла в голову под левым ухом. Оказался смертельным. Стрелявшие с места преступления скрылись. Захватив с собой оружие, но оставив нетронутым портфель с крупной суммой денег. Во дворе круглые сутки стоят толпы людей. У стены дома курганы цветов. Убили русскую мечту. Представление о возможности честного успеха в этой новой жизни. 2 марта на всех телеканалах отменены все телепередачи, кроме информационных. В полной тишине на экранах портрет Листьева. Влияние телевидения огромно. Телеведущие – властители Дум. А самый популярный из них был любимцем нации. Предполагается, что причина убийства – деятельность Листьева на посту гендиректора. Он намеревался упорядочить оборот рекламы на Первом канале. 2 марта в Останкино приезжает президент Ельцин. 3 марта прощание в той же концертной студии. Во время похорон на Ваганьковском кладбище из-за огромного наплыва народа перекрыта Беговая улица. А вскоре могила превратится в экскурсионный объект. По Москве на экскурсию с посещением Ваганьковского мемориального кладбища. Где вам все будет рассказано о жизни и творчестве Владимира Семеновича Высоцкого, Андрея Миронова, Владислава Листьева и других выдающихся детей из нашей эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok